так мега сюрприз венера 11 мая 2020 год харьков 19 49 по киеву сюрприз том что сел солнце не села еще я в жизни не мог подумать что венеру можно наблюдать до захода солнца визуально просто увидел и знаю где она приблизительно должна быть мне в голову было влажно что ее можно видеть до того как сядет солнце очень быстро садится за горизонт но зато на чистом небе абсолютно нет то есть на на светлом ясном небе нет никакой засветки сияния ни на какую звезду смерти это не похоже видно что это планета частично освещённая с солнцем убежал оттуда на сейчас просто покажу он заходя сейчас солнце Сейчас я буду относительно листва ориентироваться. Как раз этот листочек и закрывает. Потрясающе. Такой огромный и приятный сюрприз. Жалко поздновато спохватился. Вон она. Я думал у меня в глазах что-то не так. Присмотрелся, нет Венера. Ну навестись конечно да, никаких у меня нет монтировок астрономических этих экваториальных или как они там называются. Обычный штатив под фотоаппарат и вот это я сейчас в меру сил и криворукости пытаюсь ее поймать. Смотри какая красота. Вот это я удачно вышел. А вышел решил подожду пока солнце сядет. Думаю что-то раненькое. Солнце еще садится и садится. О, отлично. В самую диагональку попал. Так, это фотоаппарат. Часто спрашивают, что за чем снимаю. Это фотоаппарат, не телескоп. Nikon Coolpix 5000. Сейчас 125 крат оптического увеличения. и 4 цифрового. Красота. Просто красота. И вон солнышко. Ты видишь? Так, а когда там у нас луна еще вылезает? Совершенно чистое небо. Светло. Ну в смысле светло. Ясно еще. Нет никаких сумерек даже. Ладушки. Еще раз найдемся. Теперь уже ниже этого листочка. Это вообще хеленькое. Сейчас мы Three. Одинскийак. Ясно. Потому что никто не хочет водить воде. Есть أفって. Протент. Ясно. А 중에. Да, ну вот, а когда там что-то снимают на видео, это все горит, переливается различными красками, сиянием и так далее. Это просто-напросто на фоне черного неба фотоаппарат не в состоянии сфокусироваться нормально, и начинает выплясывать. Попробуйте ту же самую звезду, то, что вы считаете звездой планеты, Венеру снять, вот так как я сейчас, при светлом небе, на фоне светлого неба. Все встанет на свои места, так сейчас поиграю с резкостью, будет дрожать. Все, уже и уже этот серп их становится. При таких увеличениях играться мне проходится даже не ручкой направляющей, а ноги в штатива перемещаю по миллиметрам на земле. Ладно, надо пофотографировать еще. Елки-палки. Сам себе не верю, ты представляешь. Упс. Травинка оборвалась, и вся съемка наша сошла на нет. Не, ну в одном кадре иметь, в одном дубле иметь и солнце, и Венеру, это, конечно, просто жесть. Никаких фильтров на фотоаппарате, никаких дополнительных аксессуаров. Просто минимальное ISO, самые темные настройки, грубо говоря, на которые мне хватило мозга. Гуляет, да? Вот, вот сейчас, если резкость не наводить, это будет эта звезда смерти, сияющая на весь экран. Да, удачный сегодня день. Ночью поснимал, утром поснимал. Юпитер с галилеевыми спутниками, и тоже уже в рассветном, светлом небе было видно. И кольца Сатурна великолепно были видны, и галилеевые спутники Юпитера видны, и полосы на Юпитере были видны просто классно. Ладушки. Будем сейчас фотографировать. Товик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова